Дед Мороз Дед Мороз, нет, Дед Мороз, погоди! Да, Дед Мороз! Друзья, всем добрый вечер! Внимание, если кто-то слышит нас, сразу начнем с того, что у нас есть самый лучший чат. Во-первых, всех с наступающим Новым Годом! Что у нас за события? Это СММ-елка, друзья мои. То, что вы видите сейчас на экранах, если вы что-то видите, пожалуйста, у нас есть чат. Да, всем привет из Воронежа, конечно же, привет! Давайте плюсики так, чтобы все было хорошо, всех слышно. Итак, друзья, у нас СММ-елка. Сегодня вы получите самый ценный и важный инструмент для того, чтобы вы смогли прокачать и сделать из себя лучшую версию самого себя. Ну что ж, мы будем двигаться немножечко дальше. Итак, что же нас сегодня ждет? Во-первых, сегодня бизнес-молодость приготовил для вас самые лучшие и выгодные предложения. А чем запомнился сам СММ в 2018 году? Чем нам запомнился? Мы переходим к следующему блоку. Это тренды Фейсбука 2018 года. Талмазан Дмитрий, друзья мои. А, Дмитрий, доброго вечера, даже добрейшего, даже добрейшего. Приветствую тебя от самого солнечного континента. Да, ты-то что-то принялся, я смотрю. Вы про подарки тут же? Конечно. Я сразу с подарком вышел? Да. Ибо если мы начнем с этого подарка, наш эфир прям пойдет в гору. Да. Я хочу сказать сразу про подарок для тех, кто просмотрит до конца. У нас есть даже стаканчик, так понимаю, для подарка. Не, мы не будем сейчас это. Да я знаю, просто водички тебе, может быть, ты заходишь попить. Понятно. Кто досмотрит до конца, вот меня лично, неважно в каком конце страны вы живете, мы доставим вам обязательно ваш подарок. Так, это эксклюзивная бутылка вина, это из Молдовы, я привез специально. Это, кстати, вино называется Пуркарь, и оно есть у королевы Англии. О-о-о. Поэтому это очень крутая тема. Положи туда и пообещай не открывать. Не-не-не, ты что. Так. Как у вас? Слушайте, у нас все, у нас там были технические моменты, но мы все решили, очень ждем, очень ждем, лично я сам жду, вот эту, чтобы погрузиться в Facebook. Потому что каждый раз, когда я что-то пытаюсь там сделать, я думаю, боже мой, что там происходит? Как это делать? Как это? Что же у тебя в голове, что все эти штучки? Очень сложно для меня, честно тебе говорю, прям сложно. Знаешь, у меня, наверное, сверхзадача, потому что я со всем уважением отношусь к моим коллегам, но у меня очень тяжелый путь, потому что в Москве Facebook только он присваивается, скажем так. В России только начинается выходить выхлоп от результата Facebook, от формата, и, конечно же, сложно. Это вот то, как ты выразил свои мысли, это, в принципе, не первый фидбэк, потому что перейти с интерфейса разных соцсетей, первый период – это очень-очень тяжело. Но эффективность есть, и мы, наверное, о ней поговорим сегодня вообще. У нас есть презентация. Зима 2004 года в Америке. 4 февраля начал свою работу сайт www.thefacebook.com. В марте на нем зарегистрировалось больше половины студентов Гарварда. Мы надеялись привлечь 400-500 пользователей, однако уже сейчас их число превышает 100 тысяч. И мир изменился. Социальная сеть превратилась в величайший коллайдер, генерирующий десятки миллиардов постов, лайков и комментариев в сутки. В социальные сети пришел бизнес, и мир изменился еще раз. Facebook фокусируется на потребностях компаний, и в 2018 году появилось много полезных фишек. Банк бесплатных изображений для запуска рекламных компаний. Уже сейчас он содержит большой выбор релевантных фотографий для разных ниш. Следом за Instagram, в Facebook появился формат истории. И да, здесь может быть ваша реклама. Появились новые форматы текстового контента, заметки, где можно публиковать длинные и подробные статьи. Формат вакансии. Новые возможности для компаний искать сотрудников прямо в Facebook. Можно создавать аудитории, которые позволяют получать информацию по всем взаимодействиям аудитории с созданными мероприятиями. Узнать, кто смотрел видео, кто писал. Facebook Analytics теперь позволяет получить информацию по трафику, источнику, удержанию, полу, возрасту, региону аудитории, времени. Самая полная аналитика Facebook-страницы. Да, то, что уже есть, позволяет уверенно назвать Facebook отменным каналом продаж. Но 2019 год готовит еще более огненные тренды. Facebook Messenger позволяет настроить автоматические ответы, поприветствовать, предложить товар или услугу, дать ссылку на сайт, запросить контактные данные. WhatsApp дает возможность ввести рекламное объявление прямо в WhatsApp-аккаунт, минуя страницу и сайт. Лида-генерация. Возможность создания аудитории пользователей по разным критериям. Кто был на сайте, кто кликнул, кто написал в личное сообщение. Это настройка аудиторий, похожих на тех, кто уже купил. Полноценный мобильный лендинг внутри Facebook. Теперь можно создавать всплывающие объявления для мобильных устройств и делать качественную презентацию своего продукта. Социальные сети в целом и Facebook в частности способны принести тонны трафика, если правильно работать с этими каналами. Вот. Более 24 миллионов пользователей уже есть в России. С места данные инструментарии, это не просто... Вот из нашего ролика мы попытались как-то так рассказать, что произошло вообще, в каком направлении движется. И это очень большая махина. То есть это прямо такая машина, которая идет вперед. И самое прекрасное, что... И у меня честь представлять эту соцсеть сегодня в эфире. Это то, что у Facebook очень много возможностей. И мы всегда говорим, когда вот... Есть такое очень часто, а куда идти там? В ВКонтакте, в Instagram, в Facebook, вообще в Одноклассники или в какие соцсети идти? Обычно есть несколько ответов, но один из моих любимых – это там, где ваш клиент. То есть там, где твой клиент и ты должен быть. Но если взять по инструментариям в формате Facebook, у него очень много б-тестов. Он знает, что ты здесь. Он знает, что ты любишь. Он знает, какой контент ты потребляешь. И причем знает очень-очень-очень-очень таргетированно. Да, очень точно. Поэтому это шикарнейшая возможность для бизнеса. Это шикарнейшая возможность для персонального брендинга. Потому что у Facebook есть и бизнес-страницы. И ты, кстати, в Facebook есть? Есть, конечно. А ты не лайкаешь мои фотографии. А ты мои лайкаешь. Поэтому если говорить про уходящий год, наверное, и промежуток 2018-2019 год. Мне кажется, что в России это будут инструменты, которые были в 2018 году. И, наверное, в 2020 году инструменты из 2018 года будут актуальны. Потому что бизнес находится на разных этапах. И если вы стартап, если вы только начинаете действовать, и у вас, конечно же, такая же реакция, что там, куда, зачем все эти синие кнопки. Туши свет, бросай гранату. Соответственно, нужно понимать, зачем вам все это. Зачем вам получить конверсию из этой площадки. Что это за инструменты? Как они могут принести прибыль? И коллега по ВКонтакте говорил про ВКонтакте «Быстрый старт». У нас также запущен уже курс Facebook «Быстрый старт». И мы видим по отзывам в комментариях, люди начинают изучать, дают обратную связь, все понятно. Потому что, вы знаешь, самое это, что нам удается вот в программах «Бизнес-молодость», в Facebook «Старт», Instagram «Стартовый», ВКонтакте, очень коротко, там 15 минут идет урок, плюс скринкаст. И очень коротко, и очень по полочкам разбить информацию. То есть, вот если ты даже никогда не продвигался, вечером пойдешь, откроешь, ну там у нас 15 уроков, по 20 минут, ты за пару дней, у тебя сложится картина, что происходит, и два пути есть. Или ты начинаешь копать и становишься специалистом, или ты становишься человеком, который мониторит команду, но он уже разговаривает на одном языке. То есть, там основной вещей говорит тебе, да не, нереально, там у нас CTR 1%, и ты такой, ну так 1%, так 1%. Что за CTR? Зачем все это? Чего он матерится? Вот, поэтому нужно, если вы владелец бизнесов, или вы стартапер, или вы СММщик, сейчас в соцсети это маст. Это нужно быть, и уже в каком формате глубины погружаться, это уже каждый решает от своей роли. Ну да, да, согласен. Смотри, первый инструмент, о котором хотелось поговорить, вот это, мне он очень-очень, кстати, что говорят наши пользователи? Они, кстати, вы есть во Фейсбуке? Вот у нас стримы ведутся на нескольких площадках. Есть стрим во Вконтакте, есть стрим во Фейсбуке, есть на внутренней площадке. Поэтому те, кто во Фейсбуке, наверное, глупо спрашивать, есть ли у вас Фейсбук. Но остальных можно спросить, дайте обратку, есть ли у вас Фейсбук. А может быть, правда, есть ли у вас бизнес в Фейсбуке? Давай, давай. Друзья, если у кого-то есть вдруг бизнес в Фейсбуке, пожалуйста, поставьте плюсик нам в чат, мы посмотрим, и сразу же по делу, да, не просто о том, что вам там непонятно, о том, что вас постоянно там блокируют, что нужно постоянно добиваться там каких-то прав, да, все эти. Да, 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 Фейсбук любит на эту тему. Любит это, да, до вплоть блокировки пользователей, да, вот что-то о том, что действительно будет очень полезно, поэтому вопросы наши в чат. Вот вижу, ребят, есть, есть. Отлично, значит, помимо того, что добавляем нас в друзья, ты как в Фейсбуке? Как ты прописан в Фейсбуке? Имя, фамилия. Имя, фамилия. Да. Поддай людям в чат, добавиться в друзья, будут лайкать твои фотографии. Смотрите, давайте пройдемся по трендам 18-19 года, и что для вас, вот сегодняшний вебинар, возьмите там 2-3 инструмента, 2-3 идеи, и если будет хватать времени, попытайтесь внедрить одну, вот в таком формате хотелось бы. Если у тебя будут какие-то вопросы интересные ли тут, ты можешь задавать, прям прерывать ее в информации. Один из самых любимых моих инструментов – это мессенджер. И вообще, 19-й год будет очень активно развиваться в плане, что у нас мессенджеры в разных, скажем так, коммуникация, давно мы не общаемся через смс-ки, я уже забыл, что такое смс. Очень редко только от самого оператора приходит, что что-то случилось. Либо у вас долги, да, как там, либо киньки через. Или от кредита, или скидки какие-то, там смс-рассылки. Но мессенджеры заменили нашу коммуникацию. Даже телефон, очень часто люди звонят через мессенджер. И неважно, это Facebook мессенджер, это в Telegram, это в WhatsApp, в Viber. Вот неважно где, людям удобно. Почему? Потому что 60-70% пользователей, они общаются через телефон. И это удобно. У тебя весь мир в ладони. Да. Тебе не нужно там… Ты просто открыл, отписался. Да, ты сейчас здесь. Да, и у тебя 3G, 4G, и ты быстро коммуницируешь. Поэтому мессенджер Facebook эту штуку понял. И он создал отдельный продукт Facebook Messenger. Более того, шикарнейшая возможность у Facebook Messenger есть, что вот на слайде вы можете увидеть, как это скрин из моего рекламного аккаунта, бизнес-страницы. Он обновил, часть из аудитории, может быть, не имеет это обновление, вскоре у вас появится. Он обновил инструментарий именно в формате, что помимо сообщений, которые в Facebook, он тебе сюда сразу же дает комментарии в Facebook и Instagram. Потом он еще ниже, вот автоматические ответы, мы можем без подключения сторонних ресурсов, без затрат на сторонние ресурсы, мы можем сделать автоматизацию генерации лидов. То есть мы можем отвечать. То есть человек написал «добрый день», из тебя нету, ты можешь дать ему отдельный ответ. Если ты есть, но занят, не отвечаешь, может другой ответ. И, к примеру, если ваш бизнес подразумевает, что вам пишут очень много людей, пишут во входящие, и вы не успеваете обрабатывать все контакты, вы можете сделать автоматический ответ. Не знаю, там линия перегружена, пожалуйста, позвоните по номеру или зайдите на сайт, или подождите пять минут, оператор, менеджер ваш свяжется с вами. Более того, это все персонализировано. То есть это можно прям «здравствуй, Дмитрий», он знает мое имя, он берет данные, он подставляет данные, и это очень круто. Он даже может сказать «здравствуй, Дмитрий, ваш номер» и ставить данные. Мы вам перезвоним через 10 минут. То есть в этом плане очень-очень круто он работает. И помимо формата «помощник по ответам», помимо формата, что он помогает нам настраивать автоматизацию нашего трафика, который приходит, неважно, с органического охвата, с платной рекламы, он еще разрешает нам и дает нам возможность делать рекламу. То есть помимо того, что он вывел инструментарий, мессенджер, в формате, как коммуникация, ты можешь звонить, групповые чаты, ты можешь писать, он вывел еще и, ты можешь, к примеру, настроить рекламу, людям показывать мессенджер. И вот вопрос сразу, как от Ирины Шевченко, как рекламу поместить на целевую аудиторию? Ирина, это общий, скажем так, такой вопрос, неважно, в мессенджере это или в каком-то другом, через другой инструмент. Ну вот тут игра слов. Целевая аудитория поместить на целевую аудиторию. Да, здесь в формате, если я правильно понимаю вопрос, здесь идет именно момент, все первые этапы присутствия бизнеса, вы должны вообще понять вашу целевую аудиторию. Вы наверняка слышали это, об этом говорим, и мы в нашем курсе говорим, и вообще в бизнес-тренингах говорится об этом. То есть кто вы и кому вы обращаетесь, то есть зная вашу целевую. А потом уже, вот здесь уже приходит площадка в помощь. То есть ты понимаешь, твоя целевая аудитория, определенный возраст, определенный пол, определенные интересы. И здесь уже Facebook имеет данные. К примеру, есть три критерия, по которым можно настроить таргетинг и попасть в целевую аудиторию. Это демографический критерий, это то, что мы заполняем. И это один из самых качественных критериев, когда ты заполняешь, что ты мужчина, у тебя такой-то возраст, ты закончил такую-то школу, у тебя родился сын, и есть, это демографически, есть интересы, это то, что мы лайкаем. Вот у Facebook шикарнейший алгоритм по ленте, если ты начинаешь лайкать рыбалку, у тебя начинает появляться и реклама, и контент, и вдруг исчезли лыжи. А потом перекнулся на плавание, и у тебя уже другой интерес. И в этом плане вот Facebook пытается, он, кстати, очень хорошо работает на комфорте. Он понимает одну очень такую истину. Если ты как пользователь, если мы как пользователи не будем находиться в Facebook, рекламодатели не будут иметь кому показывать. Естественно, он пытается максимально, чтобы нам было комфортно. И мы выиграем, нету этих блестков и других дефокуса, и рекламодатели имеют более качественную аудиторию. Кстати, в формате Facebook здесь средний чек от 100 долларов – это нормальный процесс покупки. То есть если ваш продукт даже дорогой, Facebook – это одна из площадок, которая имеет такой уровень доверия, очень хороший, и можно продавать от каких-то простых товаров до машин, вилл, дачи, где сотни тысяч долларов. И это реально. И люди… Вот самое интересное, что люди нормально реагируют, отписаться в комментарии, купить дачу или машину. И доверяют. И доверяют. То есть он бренд видит, узнаваемость бренда есть, и он уже, получается, работает в этом плане. И здесь вот следующий мессенджер. Вот мы говорим про мессенджер Facebook – WhatsApp. Да. WhatsApp – это тоже продукт Facebook. Это тоже продукт Facebook. И что сделал Facebook? Он включил его в его инструментарий. То есть если у вас бизнес сейчас настроен на то, что вы не имеете сайт, вы предпочитаете отписываться в WhatsApp очень быстро, сообщениями, по номеру телефона находится контакт, вы можете в рекламном кабинете, вот мы льем трафиком на рекламное объявление, человек нажимает на рекламное объявление, и он переходит в ваш бизнес-аккаунт WhatsApp. То есть получается, что мы можем генерировать вот в вашем рекламном аккаунте, видите на скринах, вы можете проверить, есть ли у вас это обновление, и попытайтесь подключить, если это для вас актуально. То есть вы подключаете ваш бизнес-аккаунт, и в рекламном процессе, это шаг из рекламного процесса, вы выбираете инструмент WhatsApp, отдельный инструмент. Соответственно, это для очень большой аудитории шикарнейшая возможность. И причем шикарнейшая возможность в плане продаж. Потому что вот мы говорим, и, наверное, это будет такой лайтмотив сегодняшний, что понятно, лайки, комментарии, репосты, понятно, весь этот контент, но вы как бизнес спрашиваете, продажа где? 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 Где фидбэк? Где? Да, где фидбэк? Потому что, ну, не может просто успокаивать себя уже который месяц, потому что у тебя 2000 охват в месяц, или 200 тысяч, неважно. То есть ты хочешь продажи, поэтому вот соцсеть Facebook, она настроена на конверсию, на то, чтобы ты имел какой-то результат. И добавочный к вопросу по таргетингу, вот важнейшая тема, я считаю, 19-го года – это аудитория. Аудитория. То есть помимо того, что мы понимаем, кто наш пользователь, Facebook помогает нам через его инструментарий, аудитория, отдельный инструмент – не сливать бюджеты, сохранить бюджет и настроить более качественно. И как это делается? Потому что в твоих глазах я вижу вопрос, как… То есть сливать бюджет, это получается… Чтобы не сливать, да, чтобы не тратить зря бюджет. У нас есть три типа аудитории – это индивидуализированные, это похожие и сохраненные. И вот здесь вот есть такой критерий, один из важнейших – это аудитория на вовлеченность. То есть смотри, ты настроил рекламу, к примеру, ты продвигаешь какое-то видео. Вот первый инструмент, к примеру, вот у нас видео. И ты потратил 100 долларов, люди просмотрели видео, кликнули на ссылку, кто-то купил, кто-то не купил, там, если у тебя есть ремаркетинг. Но тебя просмотрело 100 тысяч человек, твое видео. И вот через этот инструмент ты можешь сохранить аудиторию, кто посмотрел 50%. Или 10 секунд, или 99%, 95% там процентов. То есть более горячую или более теплую аудиторию. Соответственно, я могу через видео не продавать, а могу рассказать свою идею. К примеру, здравствуйте, ребята, у нас очень крутая тема, кликайте внизу. Если ты уже смотришь, значит, какой-то интерес у тебя есть. И я могу мгновенно на эту аудиторию, которую посмотрел, к примеру, 50%, показать другую рекламу о продаже. Так как ты заинтересовался этой тематикой, предлагаю тебе скидку 50%. То есть это называется проработка аудитории и не сливаем бюджет. Если вы это не делаете, обязательно проверьте ваши рекламные аккаунты. Проверьте. Это бесплатно? То есть создать аудиторию это бесплатно. И это важно для бизнеса. Помимо того, что мы сохраняем, чтобы сделать ремаркетинг, мы можем еще и анализировать эту аудиторию. Дальше я проговорю про статистику, но мы можем понять, кто эти люди, кто посмотрел 50%. То есть... Как? Вот сейчас будет. Сейчас будет про аналитику, и это будет как анализировать. И есть еще одна аудитория, это похожая аудитория. Мне она нравится знаешь чем? Мы говорим про бизнес, а это означает, что вот сейчас очень-очень популярный e-commerce. То есть онлайн-продажи, онлайн-магазины, завозить, отвозить. И неважно, ты можешь находиться где-то на пляже и работать в интернете и продавать. И это есть очень-очень много кейсов в этом плане, когда ребята 14, 18, 16 лет, они делают уже несколько тысяч в месяц. Просто заказывают, не знаю, там с Алиэкспресс и перепродают. То есть получается, что или ты хочешь вывезти на другой рынок. И когда у тебя нету, к примеру, похожей аудитории, могут помочь тебе выйти на другой рынок, не имея там никаких активов. К примеру, у тебя есть аудитория, кто покупал у тебя в этом году. У тебя есть база данных. Ты загружаешь базу данных в Фейсбуке и говоришь, найди мне людей, похожих на тех, кто купил уже у меня. И он по поведенческому фактору находит в том регионе, где ты указал в похожей аудитории. Искусственный интеллект. То есть, конечно, он же знает уйма данных про нас. Он знает, что ты любишь смотреть видео, а я люблю комментировать. И рекламу, когда будет настраивать, к примеру, таргетолог, и он скажет, давай на тех, кто на вовлеченность, он покажет мне, не тебе. Ну да. А если покажешь на видео просмотр, он тебе покажет. Да, да, да. И обидно. Я бы тоже хотел на видео просмотреть. Но есть формат. Следующий – это лидогенерация. Мы в видеоролике говорили про лидогенерацию. Это также инструмент Фейсбука. И у него уйма. Мы пару возьмем ключевых. Вы, конечно же, можете про все эти инструменты в нашем курсе Фейсбук «Быстрый старт». И причем очень быстрый старт и эффективный. Понятия я рассказываю подробнее про каждый из них. Но вот лидогенерация – это для тех, кто не имеет сайт, раз. И для тех, кто имеет сайт, но уже генерировали трафик на сайт. Человек зашел на сайт, но не заполнил там форму. А не заполняет форму из разных мотивов. Не было времени, неудобно, неконверсионально, непонятно. И вот лидогенерация сам забирает данные. Ты нажимаешь, смотри, ты нажимаешь на объявление. Так. Вот ты видишь объявление, оно классическое. Пользователь не видит, что это лидогенерация. Ты нажимаешь на объявление, и вот в верхнем углу сразу он взял мои данные, номер телефона. Все, что остается тебе сделать как пользователю или твоему клиенту, просто нажать и кликать. А если у тебя еще есть CRM-система, то этот контакт сразу автоматически уходит в CRM-систему, открывается в карточке клиента, и твой отдел продаж уже может дальше делать продажу. Удобно. То есть это вот как ремаркетинговый формат, не заполнил на сайте, да, и через лидогенерацию. Еле же наоборот, очень недооценивают для определенных бизнесов, email-маркетинг, к примеру. И вот лидогенерация может, ты можешь не номер телефона спрашивать, а email. И просто генерировать кампанию на email. Ничего, ни имя, ни телефон, просто собираешь данные, потому что нет смысла делать email-маркетинг на холодную базу. Поэтому вот в этом плане, вот и вопрос нашей аудитории, кто-то настраивал лидогенерацию, поставите единичку. Кто настраивал, и можете добавить, был смысл, не было смысла в плане настройки. Потому что очень часто нам приходит такой фидбэк, что делал, но не работает. Нехороший там площадка. Почему? И вот в этом формате есть такая тема, что когда люди делают какой-то опросник, ты не можешь опросить 100 человек и сказать, что страна верит в это. То есть ты должен опросить определенное количество людей, чтобы понять средние статистические данные. Поэтому ты не можешь просто настроить рекламу на 5 долларов, на один инструмент и сказать, не работает. Ты должен на несколько итераций сделать это, на разных инструментах. Потому что у нас есть компания, которая предоставляет услуги в плане настройки рекламы. И у нас есть иногда та же ниша, тот же инструмент, два разных результата. И в этом плане это норма, это понятно. Ты просто меняешь логотип и уже другой результат. Меняешь название, вообще другой результат. Поэтому здесь нужно очень много, очень-очень много тестов и очень много аналитики. Потому что вот когда мы говорим про продажи, это уже не просто поставить там 100 долларов и пульнуть из пушки, кого подцепит, того подцепит. Сейчас уже такой, я люблю говорить, снайперский подход. Снайперский подход. Да, то есть ты смотришь, нужна там женщина. Мы нам подходили, кстати, хотели девушке предложение сделать. Ну типа, чтобы через ремаркетинг. Через ремаркетинг. Да, да, чтобы это. И есть одно решение, мы еще не дошли до, потому что он не позволяет на день контакта. Он считает это харассматом. То есть ты не можешь просто в базу поставить на день контакт и показывать рекламу. Но есть такая тема, и вот если кто-то еще хочет предложение сделать, у меня есть одна гипотеза. Вы просто загружаете еще 100 контактов, но они неадекватны, но не бывших. Ну что, знаешь, а то придут. Я готова. Я готова. Куда кликнуть? Где паспорт? Вот. И в этом плане получается, что вы загружаете еще какие-то контакты и ваш целевой контакт. И это может быть не девушка, это может быть ваш стратегический клиент. И вы можете сделать шикарнейшую вещь. До вашей встречи с вашим стратегическим клиентом, большим контрактом. Вы можете ему показать такую рекламу про вашу компанию. Когда вы зайдете, он поймет, что вы святой. А вот вопрос по поводу тестов. Да. И говорят о том, что это получается такой некий слив, потому что ты тестируешь, тебе звонят. И ты в итоге говоришь, а я просто тестировал. А они говорят, ну как бы, раз ты тестировал, то... Вообще, компании средние уже, средние, большие уже мы не говорим. Средние компании, у них есть минимум 10-15-20% заложен бюджет на слив, на тесты. Да. Потому что слив 10 баксов на тест тебе может сохранить 100 долларов в течение года. Да. Потому что не нужно бояться сливать. Вот увидели инструмент для дегенерации, непонятно что. Поставьте 5 долларов на 2 дня, посмотрите, что выйдет из этого. Что происходит. Посмотрите, как лиц реагирует. Поставьте другую картинку, поставьте другой текст. Протестируйте с вовлечением, с трафиком, с мессенджером. И для меня работает это. И лучше 30 долларов слить в этом месяце на все, а потом остальные месяца 30 лить только на то, что работает. То, что работает. Нежели работать с лидогенерацией, а на самом деле для тебя мессенджер может быть лучше. Поэтому нет такого вот ответа, чтобы я сказал, вот сделай это, нажми на красную кнопочку, потом левее поставь запятую, и у тебя все будет хорошо. Вот нет такого. Было бы, было бы не интересно. Ну да. Поэтому, вот, поэтому в этом плане попытайтесь поработать. У меня еще пару инструментов, если будут вопросы. Ребят, если есть вопросы у вас в плане Фейсбука, как мы интегрируем вообще наши бизнес-процессы. Если у вас есть какие-то, не знаю, там, обиды или же успехи, поделитесь, потому что у нас СММ Ёлка, это про, это, в общем, про вас. Это про то, что мы вот собрали здесь и ВКонтакте, и Фейсбук, и Инстаграм, и мы притворяемся, что дружно сейчас мы будем об этом говорить, хотя каждый тянет к себе. Каждый тянет к себе, конечно. Я говорю вам, Фейсбук эффективнее. Ну, кстати, да, БМ Институт сегодня предложил как раз-таки тот самый базовый пакет, да, из ВКонтакте, и Фейсбук, и Инстаграм. И он ответит на вопрос, будьте там, где ваш клиент. И вы можете открыть, раз, открыть новую аудиторию, которая никогда не взаимодействовала с вами в этой площадке, и у нее будет другое отношение. Потому что вот есть такой формат, что ошибка, кстати, люди, когда постят на Фейсбук, постят в Инстаграм те же фотографии. То есть по-другому воспринимается. Это разные соцсети для разных клиентов, для разных целей, задач. Поэтому я за комплексный подход. Если есть бюджет, время, желание, и хочешь результат, то тогда попробуй прям все. Сделай там полгода. Я потом сделаю выводы. Остаться во всех, но распределить бюджет. 60% в эту соцсеть, 20 в эту, 30 в эту. То есть как-то в этой логике. Вот еще один инструмент, это заметки. Заметки. Это инструмент, позволяющий писать длинные лонгриды текста. Это формат, когда мы можем вот в очень удобном формате рассказать историю. Если у нас нет сайта, к примеру, часть из вас, возможно, находится в фазе старта бизнеса. И вот вы еще не имеете ресурсы создавать там блог, создавать сайт. Вот можно в Фейсбуке писать длинные статьи и рассказывать скринами с возможностями и генерировать также трафик к вашему бизнесу через заметки. Это очень шикарно и, кстати, раскрывается. Вот если видишь, оно очень большое, когда нажимаешь на объявление, вот слева есть сторона объявления, оно так выглядит. И когда нажимаешь, оно прям полноэкранно раскрывается и очень эффектно. То есть прям круто. Если вы работаете в визуальной части, вот эту картинку сделаете запоминающей или такой яркой, это будет приятный сюрприз для вас у читателей. Идем дальше. Вакансии. Я знаю, и, наверное, и ты знаешь, и вы знаете, что уже с 2006, наверное, LinkedIn не работает в России. Да. В соцсети, да? В основном это было на HR. Вот если нужны контакты, это какие-то интернациональные проекты, это больше про человека как специалиста. И очень много рекламных компаний. Раньше действовалось именно поиск вакансий на LinkedIn. Facebook создал продукт и спозиционировал прям при старте этого продукта, что это будет конкурент LinkedIn. То есть это возможность соискать или искать прямо во Facebook. То есть есть отдельная вкладка, это вакансии. В этой вкладке вы вводите зарплату, условия, обложку, даете детали. И при клике на ваше рекламное объявление или органический пост всплывает у человека информация. И он просто отвечает на вопрос, если вы задали, и отправляет. И вам приходит в мессенджер. То есть если заметишь, или вот, ребят, кто смотрит, заметили вы, когда вы открываете какой-то сайт из телефона во Facebook, такое ощущение, что вы еще не вышли из Facebook. Остается еще дизайн этот синенький. То есть мы как будто еще во Facebook. У него задача, сверхзадача Facebook, это чтобы мы вообще не выходили оттуда. То есть он создает экосистему. Вот как раз Лиля Ермолаева пишет, меня очень зажигает то, что в Таргете есть творческая составляющая. Ты пробуешь жизнедеятельность каждого портрета человека, проживаешь его жизнь, а потом, получив от этого крутой результат, просто кайфуешь. Прям лучше не скажешь. Да, то есть прям вот в точечку. То есть и тут формат идет, что нужно просто терпение и желание, кстати. Желание не делать просто так. Ну, есть еще такая очень вредная кнопка во Facebook. Она называется Boost Post. Такая синенькая кнопка под каждым постом. И кому не лень, там нажимают 5 долларов и отправляют. Но это не серьезно. То есть есть рекламный аккаунт, где делаются вот эти прелести, где тестируются разные визуальные части, копирайт. Это все искусство даже. Вот более того, таргетолог, кто занимается таргетингом, это идет аналитический клад ума. То есть тебе нужно прожить жизнь твоего покупателя. Тебе нужно думать, что ему нравится, как он будет реагировать и зачем ему это. Потому что часто, вот не знаю, может быть, вы не задумывались, но у нас такое ощущение, что по ту сторону экрана какие-то дегенераты сидят. Другие люди, не такие, как ты вообще. То есть они должны лайкать вообще, во-первых. Они должны лайкать. Там что они не комментируют ваши посты. Ты не делаешь это. Ты занятой человек. А на самом деле ты просто не думаешь об этом. И когда мы создаем, мы должны понимать, что наша целевая аудитория – это тоже живые люди. Это тоже занятые люди. Это люди, которые не имеют… Ты только представь, сколько денег нужно в день иметь, чтобы покупать все, что мне показывается. А мне показывается от до. То есть физически человек не успевает это все делать. Поэтому мы должны это все понимать. Он находится, не знаю, где-то за рулем. Он должен еще заполнить форму у тебя на сайте. Ответить на 15 вопросов. И потом еще… Ну, короче, это очень сложный процесс. Поэтому, если вы хотите результат, делайте какой-то вот именно подход и креативный, и стратегический. Пару инструментов, и мы идем на финишный. Поэтому вы, если есть какие-то горячие вопросы, оставляйте. И вообще дайте фидбэк, если вам заходит тема, о которой мы говорим, вообще как формат трех соцсетей и как формат, о чем мы сейчас говорим. Стоковые фотографии – это самые, я считаю, один из самых больших ресурсов Shutterstock. Слышали о нем-то или нет. Но это очень качественные фотографии. У Фейсбука есть контракт с Shutterstock. И на время рекламной кампании Shutterstock дает бесплатно вам любую фотографию. То есть, если у вас, раз, находится в процессе фотосессия, еще не пришло, нужно всего не запустить. Если у вас нет денег, чтобы создать какие-то прикольные фотографии, вот на примере у нас есть фитнес-центр, вот здесь получается, что ты даже практически не угадаешь, что в каком-то фитнесе сделано. Ну да. Ну такое, абстрактное, скажем так. А, все понятно. Но, но, я за актуальный контент. То есть, я за то, чтобы каждая компания создавала свой контент. Но есть в жизни разные ситуации. И вот знайте, что Фейсбук может вам помочь сегодня стартовать компанию без того, чтобы создать фотосессию и месяц расхода. Но, конечно же, будьте честны к пользователю и фотографируйте ваших тренеров в фитнесе и ваш фитнес. Холст – это лендинг внутри Фейсбука. Лендинг – это сайт одностраничный, если припоминаете, очень трендовый. И БМ внес свою лепту очень большую в продвижении и в воспитании рынка в этом плане. И вот здесь получается, что Фейсбук позволяет нам создать после клика на рекламное объявление полноэкранный режим вот такого эффектного лендинга. И ты можешь поставить видео, фото. И более того, ты можешь даже поставить формуле дегенерации. То есть он просмотрел все данные и еще забираешь контакты. И он отправил в холсте сразу тебе контакты и есть продажа. То есть формат шикарнейший. Формат прям-прям-прям очень-очень горячо. Поэтому про аналитику вы просмотрите этот блог. Я о нем очень мало расскажу, потому что это очень сложный блог. Хотелось бы рассказать, что если вы слышали про гугл-аналитику и про комплексность продукта гугл-аналитики, вот Фейсбук-аналитик создает прям достойную конкуренцию, потому что он вот из графика, вот сколько кнопок видишь, здесь прям не сосчитать, какие возможности понять, кто зашел, сколько раз, с какого устройства, за какой период можно создать воронку, трафика. То есть очень-очень-очень много возможностей. Вот здесь ответ на твой предыдущий вопрос по поводу, как понять вообще, вот через аналитику. То есть вы генерируете трафик. Вы не можете начинать делать выводы про ваш бизнес, пока вы не будете генерировать трафик на ваш сайт, на ваш Фейсбук-страницу, мессенджер, и уже здесь анализировать эти данные, сверить с вашим профилем и понять, у нас есть в основном, там, знаю, женщины, мужчины, возрасте, пол, регион. Соответствует то, что мы генерируем, с тем, что мы поставили как базу нашего идеального клиента. Поэтому аналитику обязательно изучите, обязательно просмотрите. И вот здесь просмотрите очень хорошую мыслью. С хорошим набором инструментов успешным маркетологом может стать каждый. Поэтому никто не рождается таргетологом, СММ-менеджером, аналитиком или другим специалистом. Мы все, в принципе, рождаемся базовыми какими-то навыками говорить, ходить, учиться. Поэтому, если у вас есть желание, если у вас есть прям нужда, и чаще всего, когда вот кипит, тогда ты начинаешь взяться за бизнес, за жизнь, за себя. И если у вас есть желание, у вас есть прям шикарнейшая возможность сделать это на нашем Фейсбук-быстрый старт. Это наш базовый курс, это 15 уроков, это более 30 скринкастов, PDF-ов, где подробно раскрываю вам от создания страницы. Вот если у вас вообще нет в Фейсбуке, вы смотрите сейчас у нас ВКонтакте или внутренние площадки. И вы хотите протестировать для вашей ниши эту площадку, мы начинаем от создания страницы, базовых настроек, идеального клиента, аудитории, рекламную кампанию запускаем, рекламный кабинет. Это такой базовый пакет, который вам поможет, как я говорил, в двух случаях. Или начать действовать и двигаться в направлении SMM, в направлении трафика, в направлении результата для вашего бизнеса, или вы станете профессиональным наблюдателем, которым сможет своим SMM-менеджерам сказать, нам нужно, чтобы был трафик на мессенджер, используя АБТС на уровне таргетинга. Но ты понимаешь, что происходит на рынке и знаешь, куда нажимать. Вот для этого, в принципе, и я пришел сюда рассказать вам, и прям, не знаю, если вам заходит этот формат, но надо сделать не SMM-елку, а потом SMM нужно пыл партий сделать, и сделать где-то соло. Придете куда-то на бассейн, пойдем и будем изучать в другом формате, более оффлайн какой-то можно сделать. Конечно, конечно. Поэтому удача, успехов всем в настройках, в коммуникации. И если у вас есть желание начать, в конце будет шикарнейший оффер по всем соцсетям, включительно и по Фейсбуку. И сейчас наступит череда Инстаграма. А он получает Инстаграм, это как моя сестра. Вот воспринимайте вот так. Инстаграм – это сестра. И я оставляю эту сцену. Друзья, Дмитрий Толмазан сегодня был у нас. Напомню, пожалуйста, огромное спасибо. Все, счастливо. Кстати, я буду лайкать твои фотографии. Друзья, напомню вам о том, что сейчас Дмитрий рассказал вам про пакет о Фейсбуке. У нас был Контакт, и сегодня БМ-институт для вас приготовил как раз-таки комплексный такой продукт, составляющий из Контакта, ВКонтакте, Фейсбук и Инстаграм. Фейсбук, быстрый старт, вы видите сейчас на экранах. Это курс для собственников бизнеса. Сможете самостоятельно продвигать свой бренд через Фейсбук и сделать Фейсбук мощным каналом продаж. Это для собственников бизнеса. Для маркетологов вы получите навык продвижения и повысите свою ценность на рынке как специалиста. Программа курса. Это будет введение. Потом аватар клиента, присутствие в Фейсбук, что результаты урока, личная история, страница, бизнес-страница, виды постов, форматы контента и реклама в Фейсбуке. Как все это делать? Идем дальше. Здесь еще есть анализ рекламных кампаний, настройки рекламы. В общем, все это, все это, сейчас можете просто пробежаться взглядом, будет в в Фейсбуке. Это пакет, быстрый старт, 15 видео уроков, 26 скринкастов, 7 шаблонов, полезные сервисы и приложения. Это от Дмитрия Талмазан, который был сегодня в нашей студии. Идем дальше. Шаблонные скринкасты, виды контента, аватары клиента, все. Продолжение следует...